Продолжение следует... В первую очередь начнем с уголовного и хозяйственного законодательства, которым уже достаточно давно известны такие понятия, как эффективное предпринимательство и признаки эффективного предпринимательства, как определение крайних форм ведения нечестного бизнеса. При этом следует сказать, что множество субъектов ведут непорядочную или просто безответственную деловую практику, которая не всегда связана с уголовными последствиями или даже с нарушением закона как такового. Тем не менее, и первая, и вторая категория, все рисковые партнеры по вполне понятным причинам находятся в зоне потенциальных compliance рисков. Итак, какие же это риски? В первую очередь применение юридических санкций, вплоть до уголовной ответственности, о чем говорили уже предыдущие докладчики, причинение финансовых убытков, а также утрат имущественного характера, репутационные потери, риски рейдерских покушений, риски фигурирования в антикоррупционных расследованиях или скандалах, возможное участие в незаконной или даже преступной деятельности, дестабилизация бизнеса или его замораживание вследствие постоянных проверок контролирующих органов, вследствие проведения следственных действий, вследствие судебных обеспечений. И, естественно, негативное привлечение внимания средств массовой информации и общественности. При этом мы понимаем, какие есть причины и какие последствия, но что же имеет реальное значение для выявления, что важно знать для того, чтобы выявлять рисковых контрагентов. В первую очередь, нужно использовать как можно больше источников доступной информации. Второе, это очень важна достоверность информации в каждом источнике, ее правдивость и надежность. Третье, это актуальность информации на момент запроса. И, кроме всего, важна оперативность и скорость доступа к данным. Грубо говоря, если на запрос отвечают в течение полугодия или хотя бы даже месяц, а результат нужен завтра, это неприемлемо. И, конечно же, тщательность и детальность исследования, то есть глубина анализа. Все вот эти факторы в совокупности дают возможность провести качественный, комплексный, детальный анализ всей максимально доступной информации. Только так возможен нормальный compliance контроль. И на сегодняшний день следует сказать, что подобный контроль, он попросту невозможен без современных компьютерных технологий и задействования специализированного современного программного обеспечения. Итак, так скажем, мы прошли прелюдию. Что же мы вкладываем в само понятие рискового контрагента, в том числе с точки зрения compliance рисков, поскольку в Украине еще, так скажем, это только по большей части понятийное, да, кроме некоторых методических рекомендаций и отдельных нормативных документах, да, то есть что мы вкладываем конкретно в это понятие? Какие основные индикаторы риска у нашего потенциального рискового контрагента? В первую очередь это правосубъектность, то есть такой факт отсутствия статуса юридического лица, который является главным индикатором, главным признаком фиктивности, и, конечно же, вполне обоснованно является основным фактором. И легальное правоотношение с подобным субъектом, в кавычках, де юре просто невозможны. Следующий очень важный источник информации и очень важный фактор – это изучение судебных документов, а также данных исполнительных производств. Естественно, почему это важно? Поскольку судебные решения содержат уже установленные судом факты, уже установленные судом обстоятельства, в первую очередь о совершении преступлений или причастности к ним, о наличии или взыскании задолженности ее взыскании, о признании недействительными договоров, в том числе вследствие эффективности, о процедурах прекращения, ликвидации, банкротства, прочих негативных факторов, которые присутствуют у наших контрагентов. При этом следует сказать, что очень важно изучать не только те решения, которые уже вступили в законную силу, но и так называемые промежуточные решения, которые касаются движения дела в суде, поскольку из данных документов мы узнаем об участии конкретного субъекта в конкретном деле, о его процессуальном статусе, да, а также о тех претензиях, которые к нему предъявляются. И изучая эти документы, исходя из периодичности подобных негативных решений, из характера совершенных преступлений или других нарушений, из размера задолженности мы можем вывести для себя определенную картину бизнес-деятельности контрагента, да, а также понять для себя определенные риски взаимодействия с подобным субъектом. И, естественно, следующий фактор риска – это налоговая сфера. Практически все представители данного форума связаны с крупным бизнесом или имеют, естественно, представление о нем. И так весь крупный бизнес является плательщиком налога на добавленную стоимость. Соответственно, аннулирование регистрации плательщика НДС контрагента в данном случае имеет риск финансовых потерь в виде невозможности отнесения соответствующих сумм состава налогового кредита и получения бюджетного возмещения. Помимо этого, такой фактор, как наличие налогового долга, долга перед государством, равно как и задолженность невыполнения обязательств перед частными партнерами, может свидетельствовать как о некоторой недобропорядочности контрагента, а также, возможно, вполне о его недостаточной платежеспособности, что также является негативным фактором комплайнс-риска. В сфере лицензирования деловые отношения с контрагентом, не имеющим лицензии или саннулированной лицензии, в сфере, если таковая необходима для реализации конкретного проекта, ставит данный проект под вопрос, под риск, в том числе безлицензионная деятельность, она запрещена и преследуется в уголовном порядке, поэтому соучастие в такой деятельности может быть шревато обвинениями в такой преступной деятельности. Следующий фактор – это фактор местонахождения. Данные об отсутствии компании по местонахождению, ее нахождение по адресу массовой регистрации или же нахождение в жилом фонде могут свидетельствовать как от бегства, так скажем, от проблем с кредиторами, контролирующими, следственными органами, возможно, недостатки, нехватки средств для аренды необходимого помещения, а также вполне возможно, что руководство компании попросту некомпетентно в подобных вопросах. И, естественно, как в данном случае, можем присмотреться, что основные виды деятельности – это производственная деятельность, а организация находится в квартире. Поэтому вполне нормальный, логичный вопрос – где же данный контрагент работает? То есть мы видим потенциальный риск, который здесь присутствует. И следующий фактор – это неблагонадежные связи. Современные программные средства позволяют выявить связи в графическом виде. Вот всю эту паутину мы видим прямо как в фильмах о суперагентах. И каждая вот эта бусинка, можно по ней щелкать, щелкать, и видеть, что это за компания, и видеть риски, которые в этой компании присутствуют, в том числе о которых мы говорили ранее и о котором еще будем говорить. Итак, что же это за связи? Так, фискальные органы часто проводят проверки предприятий, которые связаны с субъектами, имеющие признаки фиктивности, в том числе те, о которых мы уже говорили. В первую очередь с так называемыми налоговыми ямами. При этом, конечно же, возрастает риск и проверок у субъектами, которые с этими контрагентами связаны. Второе, это наличие в составе юридического лица руководителей или подписантов, которые совмещают подобные же должности в других организациях. Соответственно, эти лица являются связанными, что также повышает контроль фискальными органами над деятельностью таких субъектов, в первую очередь с точки зрения формирования издержек, а также отнесения каких-либо сумм в состав налогового кредита. Опять же, возрастает риск проведения проверок у контрагентов таких субъектов. Если же подобные должностные лица используются просто для подписания документов и не выполняют реальных своих функций в таких организациях, в таком случае они являются подставными, и, конечно же, возрастает риск вовлечения в какую-либо преступную деятельность. Или же, как уже говорилось до этого, связи руководства с публичными деятельными, так называемыми ПЭПами, рождают собственные причины для комплайнс-рисков. Следующий фактор – это ограничение полномочий руководителей субъектов. Следует внимательно относиться к этим обстоятельствам, поскольку последствия заключенных сделок с подобными субъектами могут быть крайне нежелательными. И по признанным таким договорам недействительным может быть, реституция может быть нереальной. Мы не сможем возвратить вообще никаких средств. Следующие критерии, так называемые квалификационные, что мы к ним относим? У каждого предприятия, в зависимости от выбранной сферы деятельности, должен быть, во-первых, опыт профессиональной деятельности, то есть сколько хотя бы времени прошло с момента регистрации. Во-вторых, штат квалифицированного персонала, количество работников и финансовые ресурсы, соответствующий уставной капитал. И чем ниже эти критерии, вот как в данном случае мы видим, небольшой срок с даты регистрации, небольшой размер уставного капитала, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезный проект, и он может без каких-либо заминок этот проект выполнить. И последний критерий – это данные финансового анализа. Зачем же он нужен? Для того, чтобы дать полную картину финансового состояния предприятия. При этом важен он не только с последней точки, а также важна история предприятия для того, чтобы видеть динамику. Идет на ухудшение или на улучшение. Критичными факторами при оценке партнеропригодности может быть наличие существенной задолженности или убытков, малый размер активов или их неликвидность, или же снижение роста продаж. На сегодняшний день не обязательно быть специалистом в области финансов, поскольку существующие программы позволяют даже не специалисту понять по этим диаграммам красным, желтым, зеленым столбикам хорошо у предприятия или плохо в разрезе каждого из показателей. То ли это задолженность, то ли эти долги, то ли активы, то ли другие показатели. И можно просмотреть в каждый удобный момент времени благодаря данным финансовой отчетности. И суммируя все то, о чем мы говорили, следует сказать, что наша жизнь постоянно меняется, и наши партнеры, к сожалению, тоже часто не в лучшую сторону. Поэтому очень важно проводить проверки комплайенс-рисков, проверки бизнес-безопасности, не только в каждый конкретный момент, когда это нужно, но также проводить постоянный мониторинг. Это значит каждый день. Сегодняшние программные средства позволяют автоматически отслеживать рисковые изменения ни одного предприятия, а десятков, сотен, тысяч, даже десятков тысяч контрагентов. И очень важно также проводить не только внешний так называемый мониторинг, но также и сам мониторинг, мониторинг внутренний, поскольку если мы наблюдаем за кем-то, то, естественно, вполне понятно, что за нами тоже кто-то наблюдает. И нам, во-первых, нужно приводить собственные показатели в норму, а во-вторых, с помощью такой процедуры мы можем избежать риски каких-либо недружественных действий. В первую очередь, рейдерских покушений. Так, например, мы в любой момент можем увидеть сообщение, не дай бог, конечно же, о том, что каким-то чудесным образом поменялся руководитель или место регистрации, или изменились доли в уставном капитале. Ну вот, собственно, все. Благодарю за внимание. Прошу.